МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Ну что ж, сегодня понедельник. День прекрасный, не тяжёлый, замечательный. 28 октября. И в этот день обязательно надо поздравить самых добрых, самых близких, самых гостеприимных родственников. Тем, вернее, тех, с кем постоянно спорят родители в вопросах воспитания детей. Конечно же, это бабушки и дедушки. Понятно. Наши бабушки и дедушки всегда вызывают только трепетные чувства. И это неудивительно. Они наряду с родителями открывают детям удивительный мир, всегда находят добрые слова и знают самую интересную сказку. Замечательный праздник. День бабушек и дедушек первыми стали отмечать жители Канады. 28 октября они сделали традиции собираться всей семьёй за одним столом, где почётное место отводится представителям старшего поколения. В Польше этот праздник отмечают два дня подряд. Причём один из них, бабушки и дедушки, встречают внуков у себя дома. Внуки с нетерпением ждут этого мероприятия и готовят маленькие сюрпризы. Ну а во Франции малыши вместе со старшим поколением собираются в бесплатные путешествия по окрестностям, которые специально для них организуют местные туристические компании. Вот так. Друзья, мне обязательно быть во Франции, чтобы поздравить самых родных людей, которые любят вас такими, какой вы есть. Причём эта любовь совершенно безгранична и невероятно искренняя. И сегодня они заслужили самых середичных поздравлений. Ну а мы не будем отходить от наших традиций. И как вы уже знаете, каждый понедельник с нами встречает наш тренер тела, духа и баланса Эльдар Эквилибрус. Доброе утро, Эльдар. Доброе утро, Гульнара. Доброе утро, Данияр. Я вас приветствую, приветствую наших зрителей. Ух ты, ты всё можешь. Какая прелесть. Слушайте, пока меня не было, две недели. Да он спросил, что новое, что новое. Я говорю, вот у нас Эльдар Эквилибрус, сейчас познакомишься. И сразу мы готовы выполнять и слушать ваши пожелания, советы полезные. Супер, здорово. У нас для вас сегодня есть две очень интересные практики. Начнём первую с нейрогимнастики. Просто повторяем за мной. Ставим два пальца друг напротив друга. Сперва вращаем одним пальцем, потом вращаем другим пальцем, потом вращаем двумя пальцами в одну сторону, вращаем в другую сторону. Получается, да? Да, вроде бы да. Всё, теперь понял. Вначале вообще не получалось. А теперь смотрите, момент. Теперь один вращается в одну, а другой вращается в другую. А я не могу. Я тоже не могу. Так, подождите. Это очень сложно. Пробуем, пробуем. Нет, невозможно. Один вращается в одну, а другой в другую. Ещё какой поставят. Сейчас самое удивительное, что вся студия пытается это сделать. У нас реально ни у кого не получается. Так, вот этот по часовой. Надо тренироваться. Вот этот по часовой. А вот если не получается, это о чём говорит? О координации? Это говорит о недостаточной пластичности нашего мозга. То есть эта практика нужна для того, чтобы создать новые нейронные соединения. Вот вы не поверите, я когда начал заниматься вот подобными нейрогимнастиками, у меня креативность начала работать совершенно по-другому. Начали новые идеи приходить, новые мысли приходить. Поэтому это прям вот про пластичность мозга. А скажите, тренировками это можно достичь этого, если совсем не получается? Да, конечно, нужно просто плавненько включаться и медленно пробовать это делать, и обязательно получится. Не у всех сразу это получается, может быть даже уйти там не один день на это. Но задача такая, что пробовать и прийти к этому. Как только вы это сделаете, значит, у вас новые нейронные связи развились. Нормально, да? Ильдар только что доказал мне, что у меня мозг не работает. Не пластичный просто. Работать работает. Я же приехал как-то. Но опять же, я не сам приехал, у меня привозят. Я бы, наверное, потерялся. Да, да и текст тебе пишут еще, скажут. У кого по пластичный мозг. Слушайте, я все. Слушайте, да, вы нас слегка расстроили. Я думала, это не так сложно, оказалось вообще. Нет, вы молодцы, вы молодцы. О, получается! Это, на самом деле, непросто. Это действительно непросто, когда два действия делают это, вернее, два полушаря. Это раньше было бы так, стучать по голове и крути. Да, вот это я могу. Это примерно о том, что, да, это о том, что. Только вот это, что я вам показал, это немного уже другой уровень. Это очень сложно. И делать вот именно разные действия двумя руками, да. Классно, буду пробовать. Хорошо. Вторая практика, в общем, да, это домашнее задание. Научитесь, пожалуйста, в следующий раз проверю на следующем нашем выпуске. Вторая практика суперпростая, она говорит про позитив, про позитивное мышление, про радость внутри. Задача суперпростая – улыбаться в течение, ну, хотя бы, там, одной, двух, там, трех, пяти минут максимально широко, на все 32 зуба. Но это вообще наше, как бы, вообще… Это наше все. Да, часть профессии – улыбаться. Я больше скажу, я люблю еще, знаете, фотографироваться и говорить вот так. То есть, ребят тянули животы, продолжаю, не моргаю. Ну, у тебя это не улыбка какая-то, не знаю, оскал какой-то. Или ты рассказал максимально. Еще один важный момент есть во время этой практики. Важно почувствовать состояние радости, состояние умиротворенности такой. То есть, получить эмоцию. То есть, не изображать радость, а ее почувствовать. Все верно. То есть, не просто дать дешево на дешево. Я тогда буду продолжать вот это делать. Мне сейчас сложно не изображать радость. Именно вот таким вот образом, да. То есть, почувствовать состояние. Он может все улыбаться, утром встанет и делает это вот. У меня не пластичный мозг. Ладно, у меня пугает, что у всех у операторов не пластичный мозг. Вот он теперь же весь день всем на мозг вынесет теперь. Он у вас не пластичный, его надо вынести. Пусть все получится обязательно. Вот эти вот две практики. Я, когда просыпаюсь, я сразу улыбаться начинаю. Это и состояние меняет, и настроение меняет, и люди другие начинают притягиваться. Поэтому прям вот как глаза открываем, можно это делать. Меня, например, с утра дочь разбудила тем, что пультом от телевизора так шарахнуло по голове, что телевизор включился. Я тоже думал, что я улыбаться буду недели две. Но нет, боль прожла. Спасибо большое. У меня поздно сегодня. Кто кого сейчас, конечно, развлекал вопрос. Ильдар, спасибо вам большое. Очень забавно, да. Очень весело. Вы это здорово нам рассказали. Сейчас все зрители пробуют. Ну все, до новых встреч. Ждем от вас вот таких же интересных развивашек для мозга. Хорошо, до новых встреч. Майкин Данечка, 40 годиков, продолжает играться. А у вас, кстати, реклама на канале Алматы. Я научусь пока будет рекламой. Ты не сможешь, не успеешь. Нет, да. Ну хорошо. Тогда искренне улыбнулись и посмотрели рекламу. Улыбаемся, друзья. Друзья мои, как видите, еще пока ничего не удалось Данику. Но давай тогда хоть интересную информацию поделимся. Давай. Сейчас другая новость из Канады. Житель Канады Митчелл Руди побил рекорд по числу животных, которых одновременно выгуливает один человек. Вот как сообщает мировая статус рекордов Гиннесса, чтобы побить рекорд, мужчине нужно было привезти собак на поводках один километр. При этом животные должны были оставаться на привязи вот все это время. По словам Митчелла Руди, ему понравилось общаться с таким количеством собак. Их спасли с фабрик по разведению щенков и из бывших районов забоя скота. Господи, предыдущий рекорд по выгулу собак был побед в Южной Корее в сентябре 2024 года. Тогда одновременно вывели на улицу 36 собак. Да, а вот Митчелл вывел 38 и побил этот рекорд. А животные, особенно собаки, чаще всего дружелюбные, ждут от человека такого же отношения, открытого и дружелюбного. Давайте сейчас посмотрим сюжет, как животные приходят за помощью к людям. Такое, кстати, тоже бывает. Животные часто попадают в сложные ситуации, и иногда они не могут обойтись без помощи людей. К счастью, в этом мире много людей, которые готовы в любой момент протянуть руку помощи своим пушистым друзьям. Давайте посмотрим нашу подборку, чтобы убедиться в этом. Прохожие в этом видео встретили белку, которая точно дала понять людям, что ей нужно. Она, заметив бутылку воды, шевеляя лапками, просила воды. К сожалению, в жаркие дни животным приходится находить разные способы, чтобы добыть воду. Морские выдры известны своим поведением, связанным с использованием инструментов. В частности, использованием камней для вскрытия твердой добычи. Для такой работы они находят самые красивые камни и хранят в своем кармашке. Самец выдры попросил помощи у мужчины. Самка попала в рыболовную сеть и не могла освободиться. После освобождения самка и самец мило обонялись. И выдра-самец в знак благодарности мужчине принес красивую камень. Обычно дикие животные стараются держаться подальше от людей. Но когда они попадают в беду, готовы рискнуть, надеясь на доброту людей. Лиса в этом видео направилась к людям, прося о помощи, у которой застряла голова в стеклянной банке. Один мужчина помог лисичке освободиться, а другой успел снять этот процесс на видео. Герой следующего ролика настоящий храбрец. Он не только заметил, что щенок в беде, но и помог. Храбрый мужчина спас щенка из зубов крокодила, не вынимая свою сикару изо рта. Лось в этом видео тихо и смирно ждал своего спасителя. Он долгое время провел в ледяной воде, дожидаясь помощи, что лед вокруг него стал прочным. И спасателям пришлось разрезать его бензопилу, чтобы спасти животное. Дикие или домашние животные не имеют значения. Они все наши друзья и во многих случаях нуждаются нашей помощи. Не оставайтесь равнодушными. Классный сюжет. Я все еще пытаюсь. Я уверен, что к концу программы у меня получится. Тебе же даже уже в пультовое сказали. Бесполезно. Забудьте продолжать эту программу. В силу возраста. Друзья, сегодня к нам пришел архитектор, руководитель отдела научных исследований научно-исследовательского института Алматы Генплан Жанат Эйтлил. Будем знакомиться. А давай мы его спросим. Можно он так? Доброе утро. Доброе утро. Присаживайте, пожалуйста. Такой букет красивый. Слева. Любуюсь цветами. Вот так можете? Вот так вот. Попробуйте, попробуйте. Потому что на мой взгляд, архитекторы могут вообще все. Потому что провести линию ровно, так еще и придумать, чтобы эта линия потом еще не свалилась. Это как надо делать. Одна по часовой, другая по часовой. И чтобы одновременно это? Ну, почти что-то, да. Я обязательно начинаю пальцами. Ну что, поговорим. Расскажите о приоритетных направлениях градостроительства Алматы. Причем я знаю, что эти планы идут на 5 лет, на 3 года. Давайте поговорим 5 лет. 5 лет, вообще генеральный план города разрабатывается на 20-25 лет. На 25 лет? Да, да. То есть мы уже сегодня думаем, что будет в 45-м году? В 40-м году. В 40-м году. Вау. Кроме геймплана, для реализации геймплана разрабатываются проекты детальных планировок. Вот эти проекты, они рассчитываются на 5-7 лет. Вот. На этой стадии вот приоритет это увеличение зеленых зон. Получение транспорта каркаса города и упорядочение живой застройки. Упорядочение, не знаете, это слово. Это значит, какие-то дома все-таки будут убирать, чтобы все-таки пустить? Естественно, город, жилой фонд, он старый. Есть часть домов, которые старые. Их нужно сносить. Есть проекты по пробивке улиц. Да, улиц. И поэтому некоторые дома должны будут сноситься. Вот когда-то говорили, проси, пожалуйста, когда-то говорили, что надо, чтобы все линии параллельно шли от гор вниз. Никаких поперечных. Нет, поперечные тоже нужны для транспортной связи. Но приоритет это меридиональное направление улиц, потому что у нас горы как легкие, они нас обеспечат кислородом, свежим, чистым воздухом. Для этого и нужно нам закладывать больше улиц, широких улиц в этом направлении. А вот давайте поговорим про умные технологии, как их сейчас называют. Вот как они преобразят строительство и управление городом? И может быть, какие-то уже инновации находятся на стадии реализации? Естественно, поэтому в этом направлении тоже проводятся работы. Сейчас транспортные, инженерные, коммуникационные виды работ, они производятся посредством интерактивных наших. Например, зеленые насаждения, они все взяты под наблюдение и в электронном виде за ним следят. У нас у каждого дерева в городе есть номер, да? Да, да. У дерева или вообще у любого насаждения? То есть посадили там маленькую... Деревья в основном, да. В основном большие деревья. И кроме этого есть транспорт, тоже управляется... Сами вы знаете, светофоры, они часы пик направляют поток в то направление, где больше машин. Давайте поговорим сейчас об общественном транспорте. Я знаю, что из хороших новостей, что пробивка станции метро от Рэмбик-Баттера пойдет сейчас в сторону аэропорта. А в сторону Каскелена у нас, по-моему, пойдет еще от станции Боржаномшуле дальше, да? Ну да, дальше сейчас метро строится в западном направлении. Это было и запланировано. Другое дело, первоначально линия должна была идти вниз по улице Ашимова. Но потом пересмотрели этот проект, и теперь метро идет до центра на Урзбайского района, где его Акимат находится. И по этой улице пойдет Пабае до этой улицы, и потом по этой улице вниз до Ташкентской. И там есть сейчас рынок Барлык, и вот этот рынок Барлык будет конечной остановкой. Барлык – это Алтынарда? Нет, Алтынарда – это севернее Ташкентского, а Барлык прямо в южной части. И вот на месте Барлыка будет транспортно-пересадочный узел. И там будут концентрироваться и станции метро, автовокзал, и линия БРТ, и линия ЭЛОТ. Сайран, автовокзал, когда-нибудь решится вопрос? Его все-таки, скажем так, перенесут, уберут за пределы города, или же он так и будет? Ну, Сайран использует... Тормозить проспекту Либи и останавливать все движение с выездом на проспект Раимбека? Ну, когда мы построим транспортно-пересадочный узел на Барлыке, то, естественно, основная масса автобусов будет останавливаться там, потому что там будет присмотрена парковка, паркинг, там будут, наверное, на разных уровнях, многоуровневые, и чтобы въезжающие в город автомобили, в том числе автобусы, останавливались там и пересаживались на городской транспорт. Слушайте, давайте поговорим о текущей ситуации с застройкой Алматы. Вот какие тенденции будут определяющими для новых жилых и коммерческих объектов? Что сейчас? Вот какие основные тенденции? Опыт смотрим какой-то неудачный, может быть, перенимаем более прогрессивные какие-то идеи? Сейчас у нас город, согласно генеральному плану, будет развиваться, в принципе, полицентричность. Это означает, что есть, в генплане определены 5 полицентров. Это восточные районы, восточные районы, центр города, запад, юго-запад и север. И вот эти полицентры будут развиваться, обеспечить людей всей инфраструктурой, социальной, инженерной и транспортной. Там и будут рабочие места развиваться, чтобы люди, население города, необязательно ездило в центр города. Да, они митрировали. Открывайте срочно телеканал Алматы в Алмалинском районе. Можно в Медеуском, да. Будем выходить из разных студий. И все, я требую, мне нравится эта идея. А скажите про высотность жилых зданий. Правда, что вот теперь ограничения какие-то 5-6 этажей? Серьезно? Да, есть 5-6 этажей, но не все здания будут 5-6 этажей. Потому что город-то имеет, наш город находится в сейсмоопасной зоне, вот это исходит из этого. Есть даже 3-х этажные жилые дома, здания и сооружения. Это были когда-то, да, сейчас же не строишь. Это высшие Альфа-Раби, южнее Восточных, Саина, Желоса. Эта территория будет застраиваться 3-х этажным зданием. Более того, на прилавках гор, где склоны более 15 градусов, там вообще запрещается строить какие-либо здания и сооружения. Ну, это для того, чтобы... Первое, это открыть горы, виды на гор. Второе, как я сказал, что из гор поступает свежий воздух, не закрывать ход свежего воздуха. И третье, у нас горы молодые, опасные, чрезвычайная ситуация, сель и землетрясения. Поэтому на этой территории не будет 3-х этажей. А вот от Альфа-Раби до Абая, от Восточной обводной дороги до, по-моему, Мумшила, только до 9 этажей. — Замечательно. Можно еще такой вопрос? Я буквально в этом году для себя открыл такую магистраль, как Объездная. Алматинская Объездная платная дорога до Бакат. Какая это прелесть. Да, ты едешь дольше, но зато ты едешь без пробок, на хорошей скорости. И выезжаешь в направлении, допустим, города Кунаев, трасса Алматы, Усть-Каменогорск. Такой же съезд есть в сторону Тараза. Шемкенское направление. Я обратил внимание, что там идут подъездные пути, но пока они все закрыты. То есть в планах есть, что этот самый Бакат станет частью большого города и будет уже просто его кромкой. Пока он идет через степь. Да, Бакат уже проектировался, еще геймплан 2002 года. Тогда был запланирован строительство. Его где-то в 2007-х годах уже вроде начинали, но опять забросили и вот наконец его построили. Это часть транспортных схемы города Алматы. Все виды транспорта, которые будут объезжать город, они должны проезжать по этой дороге. И к Бакаду сейчас пробиваются улицы наши. Пробить-то будет, да, все-таки? Проспект Абая, Тулеби, Жандосова, Нукеби, в северном направлении тоже есть Тлендеева и другие улицы, они будут пробиваться до Бакада. Это план до какого года примерно? Ну, генеральным планом это до 40-го, но сейчас уже пробивается Абая. Мы, город пробивает Абая до границы города, Тулеби также. Все улицы, которые будут пробиваться до Бакада, город пробивается до границы города, а дальше уже областные структуры, они сами тоже уже разрабатывают свои проекты. Поэтому и эта работа завершится, наверное, в ближайшее время. Это необходимо для города, для области. Но общественный транспорт там ходить не будет? Общественный транспорт... Общественный транспорт будет ездить по нашим улицам, Ташкентская, Абая, Тулеби, есть другие улицы, по которым, да, город будет связываться с пригородом. Есть Копчегайская трасса, по нему будет связываться с городом Кунаев, городом Аллатан. Замечательно. Женат, большое вам спасибо. Пожалуйста. Классно. Да, и вот дизайн-код, как меняет облик Алматы? И каким образом он, на ваш взгляд, влияет на единый архитектурный стиль город? Ну, дизайн-код для этого и разработан, для создания единого облика города. Там будут указываться цвета фасадов в здании, сооружениях. Есть малые архитектурные формы, малые архитектурные формы, и все виды благоустройства, рекламы, все они должны быть единообразны, чтобы стиль был один стиль, чтобы город был узнаваем. Неповторимое лицо свое имя, да. Совершенно верно. Классно. Я могу сказать больше. Мы сейчас даже ездим по городам Казахстана, и приезжая, допустим, в тот или иной город, в центре уже устанавливаются какие-то другие лавочки, другие архитектурные формы, и мы всегда говорим, о, смотрите, алматинский стиль, это вот такой алматинский флёр. Да, 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 майн, да. Ну что ж, друзья, с нами был Жанат Айтлеу, архитектор, руководитель научных исследователей Алматы Генплант. Спасибо вам большое. Дерзайте. А у нас, друзья, реклама, и мы продолжим. Помните, да, что мы делаем во время рекламы? Мы пытаемся повторить вот так. Друзья, мы продолжаем, это Таржу Судия в прямом эфире, и ещё одна интересная новость, которая к нам поступила. В социальных сетях набирает оборот новый тренд. Это тихие прогулки. Блогеры советуют вместо того, чтобы слушать музыку или подкасты на ходу, оставить наушники дома и погрузиться в собственные мысли. Это блогеры советуют. Да, этот тренд запустила девушка-тренер, который посоветовал заменить интенсивные кардио-тренировки на 30-минутные прогулки. Её парень усложнил задачу и предложил ходить без наушников, и это изменило её жизнь. Девушка отметила, что первые две минуты были полным хаосом, но потом мозг привык и пошёл в состояние потока. Получасовые прогулки позволяют расслабиться и сосредоточиться на своих мыслях. И под конец она нередко обнаруживает, что нашла решение проблем, которые её беспокоили. Ну, правильно, представь, впервые села наушники, и такая, о, а улицы-то оказывается шумят, машины ездят, сигналят, птички поют. И удивилась девушка. Да, тренд поддержали и другие пользователи, отметив, что такие прогулки действительно помогают им бороться со стрессом и слышать себя, прежде всего. Ну, а как оказалось, отсутствие музыки при прогулке очень хорошо работает. А всё дело в том, что тишина в сочетании с физической активностью – отличный перерыв от потока информации, который мы постоянно получаем из соцсетей мессенджеров, подкастов и разговоров. Тихие прогулки – это, по сути, вариант медитации в движении, которая помогает расслабиться. Если вы возьмёте в привычку ходить без наушников, это поможет чувствовать себя в гармонии с собой и миром. Слушай, а то, что я за рулём езжу и никогда музыку не включаю, это же у меня тоже тихие прогулки. Ты молодец. Я вообще музыка. Тихая езда. Да, я не люблю музыку, мне нормально, я не люблю микрофоны. Что ты вообще любишь из шоу-бизнеса? У меня день тишины после концертов. Друзья мои, давайте прямо сейчас узнаем, где в скором времени смогут гулять жители Турксибского района. И, возможно, воспользуются методом тихих прогулок. А вы знаете, что в Ауэзовском районе скоро появятся новые комфортные общественные пространства? Об этом сообщил Аким города Ербулат Дусаев. Как рассказал глава мегаполиса, уютную зону отдыха будут созданы в микрорайонах Аксай-4, Мамыр-3-4, ЖТСУ-3 и в микрорайонах номер 7 и 12. Строительные работы начались в августе этого года. На реализацию четырех проектов выделено 4 миллиарда тенге. Так, в микрорайоне Аксай-4 будет благоустроен существующий сквер общей площадью 3 гектара между улицами Маргулана и Улукбека. Он расположен внутри оживленных кварталов и находится в непосредственной близости от социальных объектов. Сейчас на этом участке отсутствуют места для отдыха, спортивные и игровые площадки. Кроме того, освещение и тротуары не соответствуют современным требованиям. И, как вы видите, сейчас на заднем фоне уже ведутся работы. Проектом предусмотрено создание уютной зоны отдыха с укладкой асфальтового и тротуарного покрытия. А также планируется озеленить участок площадью 16 тысяч квадратных метров. Вдоль прогулочной зоны планируется разместить 4 детские игровые зоны и спортивную площадку, установить 45 светильников, 50 скамеек и 46 урн. Также будет установлен сухой фонтан. Кроме того, по его словам, в микрорайонах Мамыр-3 и 4 запланирован капитальный ремонт участка с неблагоустроенной пешеходной зоной. Общей площадью 3,5 гектара. По улице Шаляпина между улицами Мамушила и Сайна. Участок расположен внутри оживленных кварталов, рядом с социальными объектами и имеет высокую транспортную и пешеходную нагрузку в час и пик. По периметру пешей зоны будут установлены 3 детские игровые и спортивные площадки, 3 беседки, 137 светильников, 46 скамеек и 32 урны. Также в микрорайоне ЖТСУ-3 благоустройством будет охвачен участок от проспекта Абая до дома номер 61 с выходом к улице Мамушла. На данном участке сейчас нет организованной пешеходной зоны, однако, как вы видите, уже ведутся ремонтные работы. Общая площадь участка составляет 2 гектара. И по плану здесь должны построить новых 10 зон для отдыха, а также спортивные и детские площадки. А в микрорайоне номер 7 благоустройством будет охвачен участок общей площадью 5 гектаров от проспекта Алтонцарина до улицы Янтарной и от проспекта Абая до дома номер 16 в микрорайоне номер 12. Данный участок также расположен внутри оживленных кварталов, где отсутствуют места для отдыха и пеших прогулок. Новые зоны отдыха обеспечат жителей прилегающих жилых массивов благоприятными условиями для отдыха и комфортных пеших прогулок. Ах, какая у нас сейчас тело будет. Да, но я надеюсь, что ты никогда не будешь обращаться к нашему гостю. Да, надеюсь. И так будет. Потому что, друзья, у нас в гостях консультант по бракоразводным процессам Михаил Багаудзинов. Пойдем обещаться. Какая тема-то у нас интересная. Какой у нас интересный гость, слушай. Вы прям вот как будто из шоу-бизнеса. Спасибо. Шикарная прическа. Покажите вот этот хвостик, подремитесь. И так волнуюсь, первый раз, но тем не менее спасибо. Ну, я не совсем консультант, скажем так. А кто же вы тогда? Я, так как я прошел через это, через все, я занимался этим самостоятельно и изучал эту тему. Мне было интересно разобраться, почему. Хорошо. Как вы себя сами назвали бы? Человек, который... Делится своим опытом? Да. Своим опытом и опытом моих знакомых, друзей. Хотя, да, были ко мне обращения, и я своим советом, поддержкой как-то помогал людям. Сразу вспоминается, Булгаков это консультант. Ну да, поэтому он отказался от такого одиозного звания. Потому что я на этом не зарабатываю. У меня есть основная работа, это мое хобби. Консультировать мужчин, самое интересное, да? Ну, был опыт, кстати, я работал с женским клубом, проводил семинары по темам, которые интересовали женщин. Какие, например? Ну, всевозможные там... Как после развода оставить себе все, оставить этого? Нет, нет, вообще... У тебя это одно норме. Тема вокруг и около взаимоотношений мужчины и женщины. Вот это меня волнует. Почему так происходит? Что случилось с нами? Куда мы идем? Вот это мне было интересно. Ну, существует вот эти вот там, возраст кризиса, да? И там кризис трех лет семейный, семейный, семейный. Семь лет до каждого. Ну, кризисы... Мы через кризисы проходим практически каждый день. Своего рода мелкие кризисы. Ну, есть, да, и такое понятие среди психологов, что есть кризис среднего возраста, например, у мужчин. Кризис, который им надо предъявлять. 40, 45. Ну, здесь все индивидуально. Кто-то доходит... Ведь, видите, дело в том, что мы, как люди, мы разные. И возраст старости наступает в разное время. Я знаю 40-летних старичков. И моложе есть. Да. Уже старики. Моложе есть, да. То есть, как только человек уходит от развития, то есть все, он все знает, все умеет, перестает развиваться, интересоваться. Практически он умер. То есть он проживает. Так. Но вы же вот оказываете психологическую, юридическую помощь. Юридическую я лично не оказываю, потому что... Когда я столкнулся со своей ситуацией, то я тоже был в поиске. А, так вы тоже... Я через это пришел. Он говорит о своем опыте, он к этому и пришел. БУ, да. БУ, да. Да, да, да. Ну, мне повезло. Почему ко мне обращаются мои знакомые, знакомые знакомых? Потому что у меня такой случай, что после развода через год-полтора дети ушли от мамы. К вам? Да. Причем мы ушли не по договоренности, а сбежали. Надо еще учесть, что дочь была во втором классе, а сын в четвертом. Ага. Они пришли ко мне и сказали, папа, мы хотим жить с тобой, и вот так это все случилось. Ну, тут момент еще такой, что, естественно, если в семье идет мама злая, требует, уроки заставляет делать, дома убраться, а папа говорит, ну, хотите наггетсы с колой? Конечно. Зачем вам уроки давайте играть? Да, да. Да, такое мнение бытует, да. Но здесь не совсем так. Я бы не сказал, что у меня нет злости на никакого осуждения к матери моих детей, потому что это мать моих детей, в конце концов. Но, тем не менее, вы же как достоинство себе приписать, что они пришли к вам? Конечно, это моя стая, я ее сохранил. Это мои дети, которых, скажем так, частичка моя. И, конечно же, этот случай, он взбудоражил моих друзей, знакомых, как это так, почему так произошло, и многих это удивляет. Но, к сожалению, я организовал группу в Фейсбуке, и мне само было интересно выяснить эту ситуацию, как обстоят дела вообще. Я подозревал, что много детей остаются с отцами, но я не подозревал, что настолько много. То есть это уже идет тенденция к увеличению именно, что дети уходят к отцу. И здесь не в коле дело, я так думаю. Хотя у меня, например, в семье, у меня кола стоит в холодильнике. Просто никто ее не пьет. Ее не пьют. То есть, когда оскоменно сбито, когда ребенок или человек, неважно, понимает, что это есть, и этого не надо ждать, просить и тому подобное, он просто к этому относится спокойно. Они любят компот. Вот компот они любят, который я готовлю сам. Хорошо. А вот, ну хорошо, психологическую помощь, которую вы своим знакомым, опять же, в чем она заключается? В совете. Ну, во-первых, я никогда не говорю, что надо вот прям разбегаться. Все. Ага. Кранты. Нет, конечно же, надо семью сохранять. К вам приходят еще на том моменте, когда они разошлись, но... Да, да. Когда возникают проблемы, именно что мужчине же тяжело пойти и кому-то рассказать, что он является объектом психологической агрессии. Так это называется у психологов. Инструментов психологической агрессии очень много. Есть физическая агрессия. То есть я сразу же предвосхищу возмущение женщин. Да, вот последний случай же, который у нас наш умел, физической агрессии, да, который... Я его осуждаю. Я абсолютно к этому отношусь негативно. И как и сам, и когда это происходит с кем-то. Это неприемлемо для общества. То есть, ну, тут надо разбираться, почему мужчина так агрессивно себя ведет. Я могу сказать, почему, потому что довела. Да, в большинстве случаев, да. То есть мужчина оказывается в неком углу, из которого он не может никуда деться. С одной стороны, это родители, осуждение, социума, государство. Ведь у нас же, понимаете, как получается. Самый опасный человек в плане руководства им, это свободный самодостаточный мужчина. И им нужно управлять. Так, друзья мои, эту тему про свободных самодостаточных мужчин мы продолжим сразу. Давайте про свободных самодостаточных женщин. Ну, сразу после рекламы. Да, вы меня возвращаете в тему, потому что я могу... Конечно. Друзья, мы продолжаем общаться с Михаилом Багаудиновым, который, я не знаю, не консультант, он просто человек, который неравнодушный и оказывает психологическую помощь, советы людям в сложной вот такой ситуации. Михаил, первый вопрос такой. Брачный договор, это вообще нормально? И как реагировать, если, допустим, тот или один из супругов предлагает до того, как они пошли и подали заявление в ЗАГС, заключить тот самый договор? Где все сразу прописать? Ну, вы знаете, я все-таки человек еще оттуда. На данный момент мне 60 лет. Вау. Поэтому я не приемлю брачный договор. Для меня это, ну... Контракт уже какой-то, да? В моем мире его нет. То есть я все-таки еще с тех времен, это договоренности. Должны быть договоренности, и они должны выполняться. И поэтому здесь уже я как бы... Все понятно. Хотя имеет место быть, для кого-то может быть это и приемлемо, и нужно, и пожалуйста. То есть мы живем в таком мире, что у каждого какие-то свои взгляды, и их надо принимать. Ну, да, конечно, если двое это принимают, то... Это же два мира, сходятся два мира, абсолютно разных. Семьи разные, воспитание разное. Ну, при этом, смотри, тогда такой вопрос. Кто в семье главный? Муж или жена? Главный... Ну, видите, тут опять, тут надо подойти к этому... Кто лидер, хорошо? Лидер должен быть мужчиной. Равноправие должно быть. Мужчина, потому что это слово замужем. Да, но здесь важный очень момент. Женщина должна отдать добровольно и желание... Ага, пальму первенца мужчине. Конечно. Так, должно быть. Грубо говоря, стоять за спиной и заряжать ружье в случае... Да, да, подавать... Подавать патроны. Подавать патроны, да. Но руководит, по большому счету, то есть кардинал, это жена, она должна руководить. Ну, говорят, голова и шея, да? Ну, это же кто важный? Ну, вы же видите, сейчас эпохи сошлись. То есть еще остались те люди, которые с тех времен, и там было совсем все по-другому. Сейчас мир меняется. И нам, допустим, сейчас входить в этот мир, не принимая его, это, ну, во всяком случае, глупо. Слушайте, а вот такой вопрос еще. А вот всегда говорят, что мы берем поведение своих родителей. Если родители развелись, то дети тоже будут разводиться. Если родители жили душа в душу, уважая друг друга, просто поддерживая во всем, то дети понимают, что это есть правильное поведение в семье. Есть такое понятие, что зрелая личность. То есть человек растет. Ведь мы, например, воспитывая детей, я вот как отношусь в моем мире, и я проводник детей, и я учу их тому, чтобы они обходились без меня. То есть это моя цель. И говорить о том, что стереотип поведения, да, есть. Он включается в определенные моменты. Есть рычаги включения, и это происходит. Но человек же вырос, он же зрелый человек, он же подошел к браку. То есть здесь уже ответственность не переложишь на своих родителей. А это меня родители так научили. Нет, не канает. Все. Ты зрелая личность, ты должен себя, ну как, не должен, вернее, вообще это слово неприменимо, хотеть, изменить, хотеть создать свое. То есть вместе с человеком, с которым хочешь идти быстро, иди один. Хочешь идти далеко, возьми кого-то за руку. Здорово. Спасибо большое, Михаил. Время программы, к сожалению, наше подошло к концу. Не разводитесь, друзья. Живите дружно. Советовать не разводиться. А если что, Михаил посоветует. Брак надо сохранить. Спасибо огромное, друзья. Понедельник закончился, наш эфир. До свидания. Но завтра все начнется заново. До завтра. Пробуем делать вот так. Пробуем. До завтра. До завтра. Усало светят фонари. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова 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 А.Кулакова